Это ваши забавы, говорит? Да, наши забавы, квантовые. Они чуть-чуть почистят твое пространство. Ты вообще кто? Расскажи, я тебе не помню. Я в новом теле и новая память. Расскажи нам. Глупости ты не можешь забыть. Я забыл. Смотри, в каком я теле. Значит, темница держит. Темница держит. Расскажи, что за темница. Сердце в темнице. Так освободи. Она еще жива. Это твой залог? Я не понимаю его, Илья. Просто говорим, что это за вампир? Почему он распадается? Он говорит, что это твой залог. Ты должен был прийти за ним. Ты же оставил, почему не пришел. Повторяю, я не помню. Расскажи мне все, что я не помню. Зачем ты пришел? Не знаю, я обещал поддержать. Хорошо, так поддерживаю. Зачем ты мне делаешь больно? У меня болит позвоночник. Ты сам виноват. Ты перестал поддерживать. Нарушенные условия. Ты обещал. Ты говорил, что? Твоя ж делится и залог оставил. А когда он обещал? Расскажи. Не трогай посредника. Помогай посреднику общаться. Это не посредник. Не посредник. Сейчас она как переводчик. Если я не хочу говорить, он на меня кричит, чтобы я говорила. Ты говори все-таки, мама. Не хочу. Надо. Говорит, что я не посредник, и твоя сучка. Возможно, но это моя сучка, не трогай ее. Иначе даже поговорить не получится. Еще раз, ты кто и зачем пришел? Тан, тебе кого-то дал. Много. Кого? Он тебе помогал. Когда и в чок. Я не помню. Пусть расскажет, покажет. Какую-то армию зомби показывает. Ерунда какая-то. Рутинговой я ее использовал. Останови работников, иначе поговорить не получится. Именно. Говори быстрее. Кроме совет. Да. Потому что ты пришел с агрессией. Когда я давал армию? Переход какой-то. Временно приостанавливаю бумеранга и диагностов. Когда? Какой переход? В каком я был в теле? Это было субъективно до... До? Сейчас. В моем этом теле. До сейчас. Это было до Роя? Какой-то я был в Роя. После Роя? После Роя. Когда? Расскажи, пожалуйста. Ты не мог забыть? Я забыл. Ты обещал. Ну вот так получилось. Я забыл. Я забыл, кто я и что. Я только сейчас вспоминаю. Расскажи, пожалуйста. А с чем ты боролся? А кем ты боролся? А с кем ты боролся? Боролся. А откуда ты взял? Вопросов много. Он-то кто? Откуда он? Царь. Кого? Ты же видишь, он в короне. Вижу. Я еще вижу опадающую серую кожу вампирскую. Где-то на окошке. Как за решеткой. Какой-то красный кристаллик. Походу он или тебе принадлежит. Да. Насколько я из него выудила. Из его башки. Давай вернем. Там где он сидит. Как пещера какая-то. Между какими-то. И там как ниша. Знаешь, как в лавре, допустим. Мощи где-то хранятся. Такая ниша и там. Да, я вижу. Я сейчас бумеранг послал. Но разбил эту решетку. Забираю. Что за кристалл? Не знаю. У меня после роя не было ничего. Никаких кристаллов. Почему-то он говорил, что это твое сердце. Сейчас я это и напишу, чтобы он прошел. Что за сказки? Зачем приходить сломать мой позвоночник? Зачем меня пытаться утащить? Я вообще нифига не пойму. А меня не он хоть тащил? Он тащил. И меня и тебя. Пусть рассказывают. Я вижу каких-то людей. Если можно их людьми назвать. Не как зомби. Много. Целые батальоны зомби. Пусть покажет то воплощение. То тело, в котором я был. Когда с ним общался. Получал эти зомби. Чело как человеческое. На какой планете? Я сейчас. Потом Сталин. Потом Алекс. Потом фиолетовая планета. Где импланты делали. И 3D принтеры из силы бога. До этого Дюна. До этого. Где зверек. Зеленая планетка. Зеленый кристалл. Когда? Пусть рассказывает. Не знаю, или он говорит, что было потом. Еще. Ну, как-то потом-то. После чего? Я так понимаю, что это он показывает фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет. Пусть расскажет. Покажет. Он там где. Он говорит, а как ты вырвался? А куда ты приземлился? А где ты был? А где ты брал силу? Как ты ее достал? Нас поместили в эти ящики, гробики, боли с имплантами. До сих пор я как всплываю, как в океане боли просыпаюсь. В этой жизни. Как я выбрался? Или как-то выбрался из саркофага Роя? Как-то выбрался из этого. Пусть он расскажет. Миша видел. Он не хочет рассказывать. Миша видел как из саркофага Роя выбрал. Но он это очень хорошо видел. Но, блин, сука, не рассказывает. Устроим допрос в предстрастии. Он не хочет об этом говорить, мне не рассказывал. А из этого как-то выбрался. Скажет. Он говорит, что ты попал в то пространство, куда тебя привело боль. И ты отдал час своего сердца. Я не пойму. Какой-то херь, чтобы вырваться оттуда. Ты как пленник его был. Он что-то такой. Какой-то ерунду несет. А потом ты его содержала, потом ты его выгнал. Вот обратно. Когда ты его содержала, где-то его выгнал. Содержал своей болью и прочим. Кормил. Но это неправильно. Пошли ему доктор, пусть вколит антивирус. Я уже посылал. Скажи, это лекарство. Этим я расплачусь, отблагодарю и верну его в гармонию Тора. То есть ты его кормил болью, а когда начал болеть... Да, он так думает. Просто эти твари с раздвоенными языками... Бен и Геселитки такой, другой планеты, другой вселенной. Фиолетовый. Это они нас поместили туда. Кона невозможно убить. Рано или поздно выбрался. Они постарались поместить только в те пространства, на те уровни, где нет силы, где вот такие твари и жрут. Сейчас будет следующая битва, похоже, как с чертями. Ну, теперь у нас есть квантовая армия. Скажи ему, а что было бы, если бы его не было в том пространстве, куда я попал, куда привела боль? А где Вандал? Неважно. Вот я прихожу в то место, и его нет. Я его вижу, как огромную жабу в то время. Огромная жаба. Это я его так вижу. Как он на самом деле выглядит, если его знаете. Жаба, что забирает? Внизу, что он забирал? Другая жаба. Время, достойно, который не тепло, нормальный, и этот забирал неестественный процесс. Сейчас естественный процесс восстанавливается. У него нет сил, он становится вампиром. Он говорит, что ты бы вырвался и что она бы мне вырвалась. Вот именно. Я бы вырвался по-любому и намного быстрее без его участия. И еще освободил бы ее потом. Что и произошло. А с его помощью все произошло намного хуже и больнее. Это была сделка под обманом, если даже какая-то сделка была. Я ее отменяю. Кристалл уже забрал. Даже если он удерживает что-то, пусть отдает. пусть отдает все, что он удерживает, все, что у него обманом получено. если бы он тебя не выпустил, ты бы не вырвался. эта армия боролась с тобой до нескончаемых времен. Победить их ты не мог, они тоже без времени и не умирают. Ты бы потратил миллион лет, борясь сам с собой и с этими. Потом повернулся, это раз, второе, армии бы не было и его бы не было. Вот это я имею в виду. То есть, я понимаю, он говорит о другом. не да. Что такое миллион лет? сейчас он что хочет. Ты должен его кормить, он пропадает без твоей силы. Не буду я его кормить. значит, я пропаду. Я ему предлагаю другую пищу. Он хочет пищу, пожалуйста, в гармонию Вселенной. Тора выбирает любую Вселенную, рождается нормально и получает кормежку от Тора, естественный ход энергии, неограниченное количество энергии. Спасибо. Вперед. Он говорит, что вместо сочного укорока ты ему даешь кости. Меню не обсуждалось. Показываю теням. Корону ломаю. Бумеранги продолжают работу. Пантерки работу. Судьи посылают. Шо это такое? Понятия не имею, не хочу даже выяснять. Моносудью туда. У него есть немножко магии. Синих, показывая синим, обычным, и квантовым. Джинам. Золотых диагностов побольше. Шо такое? И этот рупор. А ни в отчего, ни в отчего кольтей нет, он просто плывает. Да. Это какой-то непонятный вампир. Он меня достал из поясницы выкачивать из позвоночника. Он всю ночь достал меня просто. Реально. двадцать часов не мог подняться. Мы с ним воевали там. Сейчас уже цветочек. И те я пытался тащить. И там он. нас туда и эти запихнули. Мы в этих ящиках должны были быть вечно в этом царстве. Эти зомби. Чтобы нас жрали. Помимо того, что боль и выкачивание еще вот эти. Чтобы души уничтожались. рупор. Рупор. Модуляция четырьмя золотистыми. И туда. И копирую таких рупоров. Чтоб пятьдесят. Бумерангов побольше. Квантовые синие. Расформировать. Поливалки. Как серая глина. Да. Поливалки должны все промыть. Одну поливалку на водопад у нас. Одну поливалку на чакру земли. Одну. На все планеты. Фиолетово-зеленые. На все ядра. И на него. И несколько десяток на него. Размытую глину. Переработать. И тоже дело. Да. Фиолетовая планета. С этим ядром фиолетовым. Пустынная. Где у нас ящики были. Это было до дюны. Пока складывается. Три до и три сейчас. Три и шесть. Тридцать шесть. Который показал. Синий. Три на этой планете. Три до. Фиолетовый. Дюна фиолетовый и зеленый. И зеленый. Зверек. Ящики боли эти. Спринтерами. Силу кона. И дюна. Зачем меня-то оттаскивать. Ну да, от меня-то ничего не зависит. Но в его случае. Тебе честь меня. Как меня. Еще одна. Вечная беда. Ты будешь исполняться от меня. Так или иначе. Так, сейчас там почище стало. Финикану я посылал, они что-то возвращались не очень сыты. Круто. Это они не только нас хотели в ящике. Это было полбеды ящик. Главное его туда переправить. Ящик это только кусочек ловушки. Это вот боль. Они по идее должны были по проекту Роя. Я как понимаю всех туда направлять все души. И вот это мы тоже испортили. Сначала я своей силой грохнул эти. 3D принтер из силы. По договору не с тобой, а с ней у него был договор. Он должен был питаться душами. Не с тобой договор. С теми он имел договор. Завершил некоторое полностью, да. С красно-черным. Вот что это за тварь выяснил. И это тоже разрабатывалось жертвоприношение. По идее. Первый вариант, который я испортил, это зверек. Души съедать, просто выпивать. Магически. Я его грохнул и поломал. Ну, как идея жертвоприношения осталась. Они пытались вот так имплантами. Потом вот такие гробы. С межмирием просто уничтожать души. Хотел направлять туда, где их бы съедали. Вот такие вот искусственно созданные сущности. Он проект Троя тоже. Там бы уничтожались. А нет душ, нет вселенных. В принципе, если я его увидела жабой, он мог быть каким-то земноводным, который накачан до такого. Да. Как и репты были земноводные, а все равно. Он поражен вирусом был. Это такой же проект, как здесь у этого Короля Мертвых группы. Да. Только тогда, в тот момент. Первый вариант. В той вселенной. Мертвых, чтобы души не шли на перерождение, а распадались там именно смерть. Она хотела остановить цепочку перерождений. Пыталась как. Потому что, ну, и Тор надо разрушать. И я ее поддостал уже перерождение в ненужное время и в ненужном месте. Вот был этот проект. Гробики вместо сжигания. Импланты через боль как жертвоприношение. То есть, сейчас жертвоприношение это много-много уколов, чтобы боль была океана боли. И погружение вниз, выкачивание сил. А тогда вот они пытались этим сделать. Да, болью, да. И утаскивать вниз. И мы это разрушили. Тот еще первый вариант создания мира мертвых мы разрушили. Ну, корягу мы разрушили. Собственно, смертью, как всегда, мы разрушили. Идея Христа живее всех живут, да. Собственную смертью разрушить. Мир мертвых почти всю правду рассказали. Рой, как всегда. И опять постарался скормить максимального количества народа. Сделав уже из них вампиров. Это Рой. Вечная ложь, вечный обман. И искажения. Ну, что нового? Ладно, тебе пора, наверное. Да, я пошла.